Добрый день! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами будем говорить о такой достаточно интересной, хотя и обширной теме. И поводом для нее послужил вопрос, который прислал один из слушателей, зрителей, которые интересуются тем, что арабы-мусульмане в 7 веке, захватившие в Римской империи, страны Ближнего Востока, кто они, где жили и чьи потомки. Вот, ну, на самом деле, такой вопрос, который явно выходит за, ответ на который явно выходит за границы просто вот какого-то такого частного интереса. Поэтому, наверное, для нас с вами имеет смысл познакомиться с этой темой немного подробней. Не настолько подробная, чтобы это превращалось в лекцию по востоковедению, но, тем не менее, конечно, сейчас человеку довольно полезно бывает интересующемуся историей христианства, православия, историей церкви, библейской истории. Ну, вообще, представлять себе тот путь, который прошли, прошел такой многочисленный в наше время народ, как арабы, такая, в общем-то, мощная цивилизация, которая была создана этим народом, цивилизация влияния, дыхания, который мы с вами продолжаем чувствовать каждый день нашей жизни, хотя бы даже тогда, когда используем так называемые арабские цифры в быту для каких-то наших таких целей. И, в общем-то, масса других, собственно, слов, например, которые мы употребляем и которые, на самом деле являются арабскими, уж не говоря о названиях и и так далее. Да, то есть, в общем-то, конечно, арабы — это цивилизация, которая внесла огромный вклад вообще во всю жизнь, во все стороны жизни нашего с вами мира, поэтому, наверное, имеет смысл как-то вот получить о них более, может быть, объемные, чем у кого-то, одно есть представление. Ну и начать, наверное, надо с таких каких-то, ну, распространенных и обычных предубеждений. Предубеждения эти, как правило, двоякого рода. С одной стороны, основное такое предубеждение, которому следует, наверное, большинство людей, если вот так остановить их на улице и спросить, это то, что арабы — это, в общем, безусловно, мусульмане. Можно сказать, что арабы и мусульмане — это практически синонимы. В действительности, как мы с вами сегодня будем об этом говорить, это далеко не так. С другим предубеждением сталкиваются те, кто приезжает на Святую землю в паломничество или посещают какие-то другие такие страны Ближнего Востока и вдруг встречают там довольно большое количество арабоязычных христиан, которых они называют арабами. Ну, это очень распространенное тоже такое выражение на Святой Земле, когда жители Вифлеема, там, Биджалы или каких-то других мест, которые посещают православные паломники, привычно называют арабами. Ну, только на том основании, что они используют в своей жизни как основной арабский язык, но при этом, безусловно, являются христианами. Вот с другой стороны, так сказать, возникает другого рода предубеждение, поскольку, в общем, однозначно всех вот этих вот людей, которые пользуются арабским языком, записывать в арабы тоже несколько преждевременно. И наряду с этим возникает такое предубеждение, которым в основном, в общем, так пропитано греческое духовенство на Святой Земле, которые вообще очень вооружаются против того, чтобы арабоязычных христиан из их паства называли арабами и говорят, что это никакие не арабы, что на самом деле это просто арабоязычные византийцы. То есть это люди, которые жили здесь еще во времена Византийской империи, даже раньше, и просто вот по такому вот историческому стечению обстоятельств усвоили арабскую культуру, арабский язык. Ну, на самом деле и такой взгляд на вот этих вот арабоязычных христиан Ближнего Востока тоже является не вполне справедливым и не вполне верным. Говорить, что все они византийцы, ну, тоже несколько неправильно и, в общем-то, слишком так общо. В действительности, если начать разбираться, то там найдется немало потомков самых настоящих арабов, арабов-христиан, которые в какие-то периоды, конечно, были, ну, что-то, как тогда называлось, клиентами или жителями Византии, а в какие-то моменты своей жизни, своей истории были вполне независимы и самостоятельны, но при этом исповедовали веру во Христа. Надо сказать, что вообще история арабов, вот именно, ну, скажем, и библейская история арабов, она достаточно древняя. Вот первые упоминания об, ну, скажем, предках арабов, да, тех, кого впоследствии стали называть арабами, они относятся еще к вполне таким библейским временам. Опять же, нужно здесь уточнить, что, как мы неоднократно с вами могли убедиться, название народом, как правило, дают и выбирают не они сами, а их окружение. И затем уже потом это название принимает и сам народ, как то имя, под которым он стал известен среди множества других народов. Вот, в общем-то, и в случае с арабами, сами арабы себя арабами не называли изначально, да, то есть это название, которое было дано им в греко-римском мире, поскольку вот названием для аравийского полуострова, вернее, даже, в общем-то, такой южной его части в Рим и византийской среде стало вот выражение «Аравия счастливая» или «Аравия плодородная», «Аравия феликс». Вот, ну, собственно говоря, разделяли еще и римскую провинцию Аравия, которая появилась в самом начале II века от этой южной части. И, в общем-то, это было название, которое использовали римляне, а впоследствии и византийцы. Сами же арабы, в общем-то, себя арабами не называли по той даже простой причине, что не представляли из себя какого-то единого народа. Аравия вплоть до VII века была населена множеством самых разных племен, каждая из которых именовала себя собственным племенам, племенным именем и, в общем-то, редко имела нужду в том, чтобы как-то обобщать себя с остальным населением Аравийского полуострова, с которым, как правило, находилась в такой вражде. То есть население Аравийского полуострова — это практически всегда различные кланы, различные племена, роды, которые объединяются друг с другом вот именно по такому родовому признаку, по признаку родства, составляют одно племя. Это племя вступает в союзы с какими-то другими племенами, но все они в отношении себя пользовались именно собственными какими-то самоназваниями, чаще всего происходившими от имени их прародителя. Тогда они, как правило, именовали себя по имени своего патриарха и к этому добавляли слово «сыны». Так появилось, например, название такого крупного образования арабского, которое мы будем говорить, как Бану-Гасан или Гасаниды. Бану-Гасан — это сыновья Гасана, то есть такого какого-то исторического, неизвестного нам на самом деле даже прародителя этого племени, в честь которого они так и себя и называют. На Святой Земле довольно часто встречается такое явление, когда местные бедуинские кланы, которые тоже относятся к числу вот этих арабских племен, они себя также называют именем своего патриарха, и поэтому целые такие вот области, которые находились под контролем определенного племени, получали название вот в честь своего тоже прародителя. Ну, например, очень известное такое было селение в Палестине Абу-Гош, то есть названное в честь разбойника Мухаммеда Абу-Гоша, который вот в какой-то момент там поселился и со своим кланом, со своими потомками, со своим племенем наводил страх на всех окружающих. Недалеко от монастыря Святого Савы расположено селение под названием Абу-Убейда. Ну, вот тоже местные бедуины относят себя к этому клану Абу-Убейды. Абу-Убейда — это тоже имя собственное одного из их прародителей, вождей, лидеров, которые в какой-то момент дали этому племени свое имя. Это очень такая распространенная была практика и на Аравийском полуострове, и впоследствии, когда арабы и их, скажем, такая отдельная ветвь, такая как бедуины, заселили собою большие пространства и Ближнего Востока, и Северной Африки, и в какой-то момент стояли даже под стенами Вены, не говоря уже об угрозе Франции и захвате Пиренейского полуострова. Ну, вот, таким образом, вот эти племена, которые жили на территории Аравийского полуострова, они периодически образовывали какие-то государства. Самым известным, наверное, и, главное, оставившим свой след в священном писании, является царство Савское или Сабейское. Его тут также называют Савва. Под таким именем это царство упоминается и у пророка Исаии, и в книге псалмов пророка Давида, где говорится о том, что Савва принесет свои дары будущему Мессии. Вот. И вот это царство, Савское царство, оказалось в особенности известным и популярным даже в такой широкой массовой культуре благодаря своей царице. Имени, правда, которые Священное Писание нам не сохранило, и поэтому используются различные апокрифические источники, и известны из них имена этой царицы, наиболее широко распространенным из версий которого является имя Балкис или Балкида, как якобы звали эту царицу. Ну, эфиопы, которые себя числят в родстве с этой царицей, называют ее Македа. В общем, сохранились разные такие версии имени этой царицы. Господь наш Иисус Христос называет ее просто царицей Южной, Южской, как говорится в славянском тексте Святого Евангелия, где Господь говорит о том, что царица Южская встанет на суд с родом Сим. Да, поскольку она предприняла такой великий труд ради того, чтобы из своего далекого царства отправиться в путешествие и насладиться мудростью, божественной мудростью Соломона, а вот, в общем-то, население современное Спасителю, которое окружает и теснит его, абсолютно не испытывает какого-то зачастую ни интереса, ни благоговения к тем словам, которые Господь возвещает спасительным словам, ни ценит их, ни использует их как руководство для спасения. Вот в этом, так сказать, смысл укоризны, которые произносит Спаситель, и того контекста, в котором он упоминает эту самую южную царицу Балкиду, Балкис или Македу, или как бы там ее ни называли, Иосифа Флавия и свои варианты имени этой царицы. Но, по крайней мере, известно одно, что союз между вот этим государством Сава или Саба, Сабейским государством, и царством Соломона был необычайно плодотворен. Как для одного царства, так и для другого. Вот это Сабейское царство предков современных арабов, одних из предков и одного из таких крупных аравийских племенных союзов, которые обосновались вот в этой самой счастливой, плодоносной Аравии, то есть в Южном Йемене, они были заняты торговлей, это было основным источником их процветания, как, в общем-то, и источником процветания вообще вот этих аравийских племен на протяжении большей части их истории. И вот здесь они получили такую возможность эту торговлю расширить на весь Ближний Восток благодаря содействию царя Соломона, который основал порт на Красном море, создал свой такой торговый флот, получал благодаря торговле с Сабейским царством, получал всевозможные блага, главным из которых стало золото. И именно вот эта вот, эта торговля обогатила Соломона настолько, что он получал, как мы знаем, 666 талантов золота в год, выковал 200 золотых щитов для украшения своего храма, создал трон из слоновой кости, обложенный золотом, не менее, так сказать, а то и более пышный, чем у всех земных правителей того времени, включая саму царицу Савскую. Все сосуды и в храме, и при дворе Соломона были изготовлены по словам книги царств из золота. Так что серебро при дворе Соломона вменялось как бы в ничто, в грязь, в какой-то совершенно обычный такой ходовой металл. Вот, так сказать, каких богатств стоила Соломону эта торговля. Ну, помимо, собственно, золота, большое значение имела также торговля медной рудой, которая обогащала Соломона. Вот это его экспансия на юг, торговая и промышленная. Ну и, конечно, всегда и на всем протяжении истории основным богатством, благодаря которому было весьма ценно вот эта торговля с саровийцами, это были в первую очередь благовония, поскольку главным источником вообще естественного ладана, а другого, собственно, никакого химического ладана, как теперь, не было. Да, это сейчас ладан делают на основе кедровой смолы, там, или синтетических смол с добавлением каких-то искусно-химически подобранных отдушек, которые могут воспроизвести любой аромат, который не пожелаете, там, гиацинта, розы, апельсина, все что угодно для вашего кодила. Но в те времена, о которых мы говорим, единственным источником вот этих драгоценных благовоний, а эти благовонии использовались абсолютно везде в культовой практике и в Шумере, и в Египте, и в Африке, и в Европе, везде, где люди приносили жертву своим богам, они сопровождали эти жертвы воскурением фимиама. Самый дорогой, самый прекрасный фимиам являлся смолой особых видов благовонных деревьев, которые прозрастают как раз-таки на юге Аравийского полуострова. И вот эти плантации приносили царице Савской и другим монархам Сабейского царства просто баснословные доходы. Не меньшую выгоду получали, наверное, и те, кто стояли на пути этого транзита. А это в первую очередь был, конечно, царь Соломон, который занял ключевую позицию вот в этих торговых операциях, когда благовония из Аравии поступали прямо к его двору, а уже оттуда перепродавались всем остальным покупателям и стоили, конечно, просто немыслимых денег. До сих пор в нашей богослужебной практике сохранился такой момент, когда в определенные моменты совершения кождения при архиерейской службе сам архиерей собственноручно берет драгоценную ваданицу, в которой хранится не столь уж драгоценный по нашим временам фемиам, берет небольшую ложечку для ладана и сам накладывает ладан в кодила. Это свидетельство тех времен, когда ладан был поистине драгоценным и распоряжался такой роскошью, богослужебной, таким важным элементом, веществом используемым богослужебной жизни сам архиерей, который собственноручно подкладывал ладан в кодила, хотя сейчас это в обычной, в других моментах богослужения делает любой, там, какой-нибудь мальчишка, панамарь, без всякого особого, там, уважения, благоговения перед этой невероятно, когда-то, дорогостоящей святыней. Итак, Фимиам сделался одним из источников, так и главных источников обогащения вот этих вот аравийских царств и народов. Другим не менее важным веществом и предметом этой торговли стали, конечно, специи, поскольку именно аравийский полуостров, а также те народы, удаленные от других, так сказать, центров нашей цивилизации, в которых в силу природных особенностей эти специи произрастали, они, конечно, попадали в первую очередь на аравийский полуостров, попадали туда из Африки, попадали туда из Юго-Восточной Азии, из Индии, которая также находилась неподалеку от сравнительно недалеко от Аравийского полуострова, ну и в самой Аравии также произрастало немало количества всевозможных драгоценных специй, без которых вкушение обычной трапезы, избалованными аристократами всего мира казалось слишком пресным, безвкусным, а то и вредным, ведь мы знаем, что очень часто эти специи использовались как одно из средств консервации тех продуктов, которые в особенности в жарком климате достаточно быстро подверглись бы порче. Специи, которыми обильно умочалось, например, мясо или какие-то другие продукты, позволяли уберечь их на более долгое время от порчи, отбить какой-то неприятный запах, который мог у них появиться в силу там, может быть, несвежести, ну и вообще придать блюдам, которые приготовлялись вот такую какую-то особенную изысканность, пряность, остроту, что, безусловно, весьма ценилось у всех народов, поэтому география распространения этих пряностей, она невероятно тоже, так сказать, широка, их можно обнаружить и в северной Скандинавии, и у германских народов, уж не говоря о населении Римской империи, которая охотно и в большом количестве употребляла эти пряности, и население Ближнего Востока. Одним из таких распространенных средств консервации являлся мед, и в сочетании с пряностями он давал вот такое очень интересное звучание вообще вот этой всей восточной кухни, следы которой своеобразие сохраняются до сих пор. Это сочетание сладкого и острого, в том числе в мясных блюдах, да, составляет вот такое несколько необычное для нас, может быть, с вами сейчас своеобразие вот этой восточной кухни. Ну, а доставлялась эта роскошь точно теми же транзитными путями благодаря торговле с населением Моровийского полуострова. Ну, уж, так сказать, отдельное место в этом занимали всевозможные африканские диковины, тоже зачастую необходимые такие, как слоновая кость, какие-нибудь там обезьянки, павлины и даже экзотические жирафы, которых тоже доставляли в зверинцы или каких-то зверей для гладиаторских боев, которых в большом количестве вылавливали звероловые, тоже зачастую через Лавийский полуостров, они путем торговли, перепродажи попадали уже в средиземноморский мир. И так вот эта торговля стала источником благосостояния для аравийских народов, источником богатства их царств, источником богатства в частности царицы Савской, и не случайно говорится о том, что насладившись вот этой великой мудрости Соломона, которую она испытала сначала своими загадками, а потом и вопросами обо всем, что лежало на ее сердце, царица благодарила Соломона и большим количеством золота, и огромным количеством боговоний, вот того, что составляло основу ее процветания, ее богатства, и то, что она в качестве особых, особо ценных даров взяла собой в это дальнее путешествие. Ну, есть, так сказать, еще такая совершенно отдельная настоящая версия, да, о происхождении царицы Савской из Эфиопии, и, собственно говоря, Эфиопская церковь считает своим таким основоположником именно Соломона, и более того, свою царскую династию возводит к Соломону, поскольку считает, что царица Савская, которая в их представлении была эфиоплянкой, насладилась не только мудрости Соломона, но и каких-то иных его достоинств, так что в результате и плод этого ее царственного любопытства сделался впоследствии основоположником и эфиопской царской династии. Ну, надо сказать, что некая такая доля исторической правды в этом может содержаться по причине того, что вообще царство Сабы или Савы было очень тесно всегда исторически связано именно с Эфиопией. Это одна из стран, которая оказывала на нее очень большое воздействие, влияние на его политику, и существовали довольно-таки тесные связи между двумя этими государствами. Тем не менее, сейчас, например, в храме Гроба Господня можно увидеть очень такую любопытную живопись на стену, если стоя, так сказать, лицом к храму Гроба Господня зайти в такую небольшую каменную дверку, вернее, дверка железная, но каменный проем по правую руку от основного входа в храм Гроба Господня, вы окажетесь в расположенном один над другим храмах Абиссинского и Эфиопского монастырей. Вот в верхнем храме, который принадлежит Эфиопам, там такая совершенно замечательная, написанная маслом, очень такая большая картина, полотно висит во всю стену, на которой эфиопский художник XIX века изобразил вот эту сцену прихода к Соломону царицы Савской, который выглядит совершенно как такая эфиоплянка. Сам царь Соломон это такой щекастый юноша, чем-то похожий на Петра I, такими маленькими усиками, который сидит на троне, а окружает его совершенно такое анахроничное собрание, в котором в том числе можно увидеть хасидов с пейсами и в костюмах европейских евреев XIX века. Но вот такое очень любопытное смешение всевозможных образов, которые окружали эфиопского художника на святой земле, он отобразил и на вот этой вот замечательной картине в монастыре святого архангела Михаила, относящегося к комплексу храма Гроба Господня. Тем не менее, царица Савская была, наверное, первой, условно говоря, арабкой, которая проявила вот такой глубочайший интерес к Слову Божию и, более того, оказалась этим Словом Божиим сохранена и упомянута, что, конечно, в общем-то, говорит о том, что по всей вероятности этот интерес был не просто праздным, но коренился где-то очень глубоко в таких основах души этой любознательной и стремящейся к познанию Бога и мудрости земной и небесной арабской царицы. И вообще, надо сказать, что вот эта история царицы Савская, она отражает тот процесс, те процессы, которые происходили в принципе вот между взаимоотношениях между населением Аравийского полуострова и Ближнего Востока, в частности, еврейским миром. Вот это вот движение, оно было таким взаимным. С одной стороны, посланцы Аравийского полуострова приходили на Ближний Восток, знакомились в том числе и с аудаизмом, и с его мудростью, вернее, с ветхозаветной религией, чтобы быть более, так сказать, корректными. А с другой стороны, вот эти торговые отношения послужили и тому, что на Аравийском полуострове традиционно, с глубокой древности существовали большие общины еврейских купцов, иудеев, так что до сих пор выходцы, еврейские выходцы из Йемена составляют довольно заметную еврейскую общину на Святой Земле, сохраняют свои особенности разговорные, языковые, этнические, антропологические, свою кухню совершенно особенную, и вообще даже говоря хорошо заметные просто даже в толпе, надо сказать, что это довольно красивые такие внешние люди, и в общем их сразу замечаешь в толпе, вот этот антропологический тип вот этих йеменских евреев с такими очень правильными чертами лица, оливковой кожей, такой очень красивый народ, сформировавшийся благодаря векам жизни вот в этой йеменской аравийской диаспоре. Ну, в этой истории, надо сказать, было много и хорошего, и интересного, но много очень и трагичного, о чем мы как-то, может быть, как-то еще упомянем в наших последующих беседах. Итак, царица Савская, первая, условно говоря, арабка, о которой мы знаем из Слова Божия, и хотя ее историчность не подтверждается какими-то, ну, сугубо историческими источниками, ее реалистичность, ее достоверность, тем не менее, мы верим Слову Божию. Ну, а другие примеры из истории убеждают нас в том, что подобная встреча была вполне возможна и допустима в той истории, долгой истории того, как арабы стали арабами и какие духовные поиски они на этом пути совершили и прошли. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. следует... Продолжение следует...